Что такое атом? Что такое электрон? Это точка. Что такое точка с точки зрения описания? Это, как можно выразиться, нульмерный объект. У него нет измерений. Согласны? Так вот, оказывается, физика элементарных святиц рассказывает нам интересную вещь, и это стало некой необходимостью. И поэтому вот сейчас такие вещи рассматриваются, это уже давно, лет 50, а то и 60. Что в процессе формирования частиц, когда вот то первичное пространство было маленьким и компактным и стало раздуваться, образовывались так называемые... МФТИ. Лекция 1. Теория поля. Вот это исчадие лженауки. Вот просто, когда мыслительная путаница у человека, и он густо бредит, каждая фраза является бредом. Показать, давайте вот просто начнем макать его носом, показывая, где все это пребывает, в каком состоянии, чтобы для тех, кто с нами не был, дать возможность оценить и понять всю лютость происходящего. Элементарных святиц рассказывает нам интересную вещь, и это стало некой необходимостью. И поэтому вот сейчас такие вещи рассматриваются, это уже давно, лет 50, а то и 60. Что в процессе формирования частиц, когда вот то первичное пространство было маленьким и компактным и стало раздуваться? Первичное пространство. Первый бред. У нас нет никакого первичного пространства, вторичного, третичного, восьмеричного. У нас одно, единственное пространство, оно незыблемо, оно нематериально, оно невещественно, оно неизменяемо. И второе бред, когда вы что произнесли, когда оно было в точке, да? Вещь. И это стало некой необходимостью. И поэтому вот сейчас такие вещи рассматриваются, это уже давно, лет 50, а то и 60. Что в процессе формирования частиц, когда вот то первичное пространство было маленьким и компактным и стало раздуваться? Вот вранье, что маленьким и компактным было первичное пространство. То есть вот человек просто врет, он не понимает, что он говорит. Зашли какие-то балбесы когда-то, придумали модель большого взрыва, лженаучная теория, опирающаяся на то, что не материальный, неущественный объект мог зародиться. Рассказали эту сказку и сейчас вот мошенники ее повторяют, он говорит 50-60 лет, в принципе да, похоже по срокам. И обманывают детишек. Вот мы как раз вот сейчас вот в этом улье безумных пчел или в логове умных бобров. Оно стало раздуваться, образовывались так называемые дефекты пространства-времени. Пространство-время слабоумный объект совмещенных, несомещаемых вещей. Пространство-реальный объект, время-сравнительная характеристика, пространство-время слабоумный контент, неспособный к существованию. Пространство-объективная реальность, время-сравнительная характеристика, все вместе это путаница. На уровне модели Капошилова человек занимается, вот уже четыре слипшихся куска бреда таких отметили. Что это такое? Наше пространство, оно какое? Трехмерное, да? Ну, кроме времени, которое, условно говоря, четвертое измерение, хотя может быть и неусловно, а очень конкретно, как мы будем изучать в нашем курсе. Так, условная мерность или неусловная, как мы будем изучать? Вот это вот как? Ну, во-первых, нарушение первой логики. Либо оно то, либо оно не то, либо вы не можете сосредоточиться. Оно никак не может быть четвертым измерением, потому что фальсификация предметов счета. Если вы считаете мерность, первая, вторая, третья, и туда добавляете время будильник, это фальсификация предмета счета. Вот доказательство того, что в МФТИ мошенники фальсифицируют предметы счета, преподают недостоверные теории, оболванивают ни в чем не повинных студентов. Так, комментарии. Охранительное вступление. Каждый в этой аудитории немножко отупил. Так, что же это значит? Так, мы смотрим на час и одна минута сорок две секунды сейчас. Тут комментарии. Ну, это, наверное, про вступление. Даже захотелось туда заглянуть потом. Так, один час, комментарий, Митхат, один час шестнадцать минут сорок семь секунд. Время начала, собственно, лекции. Так это еще не лекция. А-а-а, это так в его представлении. Мне нравится введение, обосновывающее мысль всего семестра. Вот представьте, весь семестр вот эта вот мута тень здоровым детишкам предлагается пить, заучивать. Наконец-то я понял, если у меня отстают часы, то планета вращается медленнее. А факт события связан с мировым лучом, который, как известно, короче, мировой линией в два раза. Опа, опа, опа. Где вы взяли мировой луч? Мировую линию, короче, в два раза. Так, вы что тут куда-то ходите, кого-то смотрите, что ли? Мировую линию? Так, спасибо преподавателю, очень интересно рассказывает. Я далек от этого, но реально появился интерес. Ничего, он еще и ребятишек зажег прям. Так, дальше, дальше. Один час, одна минута, сорок две секунды. Теория о поле. Скорее, как мы будем изучать в нашем курсе, что если наше пространство, тем не менее, трехмерное, то кроме нульмерных дефектов, какие еще могут быть дефекты? Дефекты на пространстве, вот он уже третий раз там, он говорит, какой-то говорит. Ну, пространство нет дефектов, оно однородно, равномерно во всех направлениях. У него нет сгустков, вообще нет таких свойств. У него есть протяженность, вместительность, и оно предоставляет свободу перемещения. Все, оно не препятствует. Вот других свойств нет, дефектов нет у пространства. Что-то поломать у пространства невозможно, погнуть невозможно, нашлепать дефекты невозможно. Это вот прям дефект пространства, это волшебный тезис. Человек говорит, что у пространства есть какие-то волшебные свойства. Но если долго-долго говорить об этих волшебных свойствах, об этих дефектах, то они станут похожими на настоящие, и несколько зомбаков в них поверят. В какие еще могут быть дефекты? Каким может быть несуществующий сиреневый слоник? Одномерным, двумерным и трехмерным? А как же? Но они, по-видимому, существуют. Вот это вот прям конкретный лютый маразм. Это вот секта... Одномерные и двумерные. Так вот, по-видимому, они тоже существуют. И в этом плане можно сказать следующее, что... Одномерный дефект пространства... Значит, мы уже поняли, что наша барионная материя, это что такое? Это нульмерные дефекты пространства-времени. Барионная материя, это нульмерные дефекты пространства-времени. Вот... Это зачет. Сейчас повторим. Поняли, что наша барионная материя, это что такое? Это нульмерные дефекты пространства-времени. Вот для тех, кто не слишком по пояс науки, барионная материя, ну это та материя, с которой состоят вселенские объекты, если они там ничего не поменяли. Допустим, планеты барионная материя, солнце барионная материя. И эта барионная материя, это нульмерные дефекты пространства-времени. Вот сейчас, еще раз, грани маразма. Наша барионная материя, это что такое? Это нульмерные дефекты пространства-времени. Вот представьте, у пространства нет такого свойства, как обладать дефектами. Если пространство невозможно свернуть в один континуум со временем, потому что это разнородная сущность, и континуум это непрерывность, да? А непрерывность, оно подразумевает однородность. Вот. У него эта материя, с которой мы, собственно, все состоим, да? Это одномерные дефекты пространства-времени. Это вот, знаете, акробат детский такой вышел, и когда вот так вот скрючился, вот, извернулся, извратился, показал, вот, как он заплел руки-ноги, там, выпендрился, да? А вот здесь интеллектуальный выпендрюшник, это когда произносят наукообразные фразы, не имеющие смысла. Мой палец, это, мол, уже сбрёвного вещества. Это нульмерный дефект. Пространство-времени. Так, я ничего не путаю, ну-ка. Так, ну давайте. У них по-прежнему варёное вещество, это обычное вещество, для них там что-то уже сместилось. Кстати, они меняют определение, уже ни в чём нельзя быть уверенным. Заходишь и читаешь, у них там определения меняются. Так, нет, не изменилась барионная материя, состоящая из нейтронов, протонов, электронов, то есть привычная форма материи, вещество, вот. С определениями всё пока в порядке. Наша барионная материя, это что такое? Это нульмерные дефекты пространства-времени, и эти дефекты чем описываются? Они описываются массой, зарядом, там, каким-нибудь ещё, не знаю, там. Дефекты описываются массой, зарядом, понимаете? Он подменил, у нас вещество описывается массой, зарядом, а не дефекты. То есть нарушают первый закон логики тождества. Барионное вещество называют тем, чем оно не является. Имеет ни одно значение, а значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности самим собой. То есть он вещественную материю, барионное вещество назвал, определил, не назвал, это же определение, он трактует определение дефекты пространства-времени, нульмерные или одномерные, там, какие они у него, этот бред запоминать, это просто жгучий бред. Вот обратите внимание, мы просмотрели там пару минут вот этой вот лютости. И это ребята вынуждены учить. Вот что должен понять человек, который получил вот это образование? Он просто должен запоминать вот эти горы бреда. Абсолютно. Вот просто тупые горы бреда. Вот это вот бред, сгенерированный группой садомитов, ну это садомиты, это товарищи, продвигающие, одновременно почему-то они продвигают лженауку, садомию, и кидаются на казачество и православие. Вот это вот у них вот такой вот круг интересов у всех. Они крайние либералы все. Они вот это продвигают, их вот как-то вот так вот целенаправленно воспитывают. Воспитывали на стране их, начиная с этих шабашей товарища Ландау, когда отбирались граждане, которые благовеяли к теории относительности, восхищались ей. И вот это вот постепенно кустилось-кустилось и дошло вот до этого шабаша. Это шабаш, это сектант, который дурачит просто ребятишек. Это мошенник, вот прямо самый настоящий жулик. Вот это вот деяние должно быть уголовно наказуемо, когда вот человек сидит варет, выдает полностью слабоумный материал за научный. Это вот просто выкрутасы с умными словечками, не имеющие логической связки. Это противоречащие логике тезисы, которые вот отдельный человек, не получающий ответственности, брюнет. Транслируют на головы невинных ребятишек. Он это делает за государственный счет. Государство финансирует данное учебное заведение. Государство платит стипендии в основном, или сейчас там какая-то частная форма собственности на самоокупаемости. Ну и есть их государственное, да, за бюджетный счет. Это вот человек распыляет государственное средство, наносит нам вред. Мошенник, конченый мошенник. Фамилию, пожалуйста, там Лектор Осипов Дмитрий Львович. Лектор Осипов Дмитрий Львович. Львович. Сын Льва. Там барионным зарядом, как им говорят, там еще цветом, ароматом. Слышали такие слова, да? Вот. То есть, у вот этих вот дефектов пространства времени, которые выделены таким образом, кроме массы, есть еще куча разных свойств. Но, тем не менее, мы можем считать, что тот же протон или электрон это нульмерные дефекты, пространство времени. А есть еще одномерные дефекты. Что это такое? Это так называемые нити или струны. Слышали такие? Оказывается, первая такая струна наблюдалась еще в 1979 году. Это концепция теории струн. Это не векторная передача воздействия. У нас сила, векторная величина, да? Вот мы раз приложили, и есть типа не векторное приложение. Вот такая вот любая такая вот петля, замысловая, как такая, может связать две точки в пространстве, по ним как-то передаться воздействие. Ну, с точки зрения самостоятельного такого объекта это физически невозможно, потому что, ну, вот сами представьте, можно, конечно, два КАМАЗа тянуть тросом, но толкать тросом вы их не сможете. Передавать через трос усилия, потому что вот эта вот сопля будет это все гасить, это расслоение любого усилия, это вообще не векторная передача, это бессмыслица. Вот эту бессмыслицу в форме теории струн, какие вот горе-теоретики притащили, она выполняет сейчас функцию стопора. Товарищи из НАСА, которые финансируют научные разработки, они там смеются по этому поводу и говорят, ну, нам легче профинансировать изыскания в теории струн, мы знаем, что эти дебилы больше денег не попросят, они будут ковряться в своей теории струн, вот, это будет нам дешево и вроде как мы наукой занимаемся. Это вот такая гиря, и вот он это вот все упоминает. Это вот от одного бреда там вот этих, так, это у него были нольмерные, сейчас одномерные, да, он к теории струн перешел, ну, да, как бы логично, логичная форма вреда, так, в этом бреде попадаются логичные связки. Что такое одномерный дефект пространства времени? Вот давайте попытаемся представить с точки зрения кристалла поваренной соли. Представляете, как он выглядит? Это плоскости, да? Вот так, вот так и вот так, то есть это кубическая решетка. Теперь представим себе, что мы взяли один слой этой кубической решетки, рассекли его пополам, половину вынули, а остальное сомкнули. Что произойдет? У вас будет вот такая картинка с точки зрения слоев. Правильно? Как такую штуку описать? Что это такое с точки зрения кристалла? Это дефект кристалла. Правильно? Вот наведение ассоциаций. Вот он не может на человеческом языке обозначить, что является дефектом пространства. Поэтому он прибегает к аналогиям. Вот посмотрите, вот как бы похоже вот как бы на это. Вот как бы вот такое, но не такое, но вот про то. Вот они натягивают, чтобы объяснить искривление пространства времени, натягивают тряпочку, катают по ней шарики, да, но они не могут сказать, что пространство гнется. Вся вот эта толпа, она не может сказать, что пространство гнется, и на уровне первичной аксиоматики они не могут вышептать. А пока они это не вышептали, это они не выполнили первичную формальность, они не привели свой пустотреп к научному продукту. Вот у научного продукта должна быть четко внятная аксиоматика, внятная терминология, у них вот этого нет, у них художественное словоплетение о чем-то кажущемся им и имеющем отношения к действительному миру, к реальности. Это вот такая форма жульничества. Эта форма жульничества должна быть прекращена когда-то. Хватит у нас сейчас силы или не хватит, это один вопрос, но это в любом случае должно с нами или без нас, это должно закончиться, это должно накрыться медным тазом. Эти мошенники должны на пинках вылететь из всех учебных заведений. Все их фейковые диссертации, которые со времен академика Арнольда, со времен Ландау начали победоносное хождение по учебным заведениям. Все это должно быть упразднено, все выплаты связанные с этой псевдонаучной деятельностью должны быть прекращены. Наиболее лютые, которые непосредственно агенты из-за рубежа, это британские премии, которые начались с Калмогорова и так далее. Возможно, и раньше я историю до конца не аудировал, но этот след как минимум с Калмогорова математика проследуется четко, когда британские премии, шотландские там всякие, французские, бельгийские и так далее, навешиваются на никчемного жулика математика бестолкова, который путается в понятиях, выставляется балбес, безграмотное чудо выставляется как светоч нации, проводится пиар полноценный. Эта схема работает, они этим самым разрушают наше государство, когда балбесы у нас начинают определять национальную науку. Вот как жулики, вот эти жулики это поверхность нашей науки, вот жулики в нашей стране определяют национальную науку, не химики, не биологи, а вот именно вот эти жулики и секции физики и секции математики частично. И они создали еще гибрид математическая физика. Это мошенники. И они плодятся, они заполоняют все учебные заведения. Правильно? Какой это дефект? Он одномерный, это линия. Правильно? Внутри кристалла идет линия, потому что увидеть, что вот здесь есть кривизна достаточно сложно, правильно? Она очень маленькая. Но тем не менее, если я вынул пол плоскости и потом сомкнул кристалл, то что произошло? В огороде Бузина в Киеве дядька. Это кристалл. Кристалл это вещественный материальный объект. Он не является пространством. Вместо того, чтобы дать определение, что такое дефект пространства, вы начинаете рассказывать на похожесть, что в кристалле дефект похож. Такой это есть, и что свещественного мира мы в пространство переносим, подмена. И при этом мы не даем определения полностью. Человек не дает определения дефекта. Он на похожесть ссылается. Съешь пожалуйста вот этот мухомор и это будет похоже как будто тебя молотком по голове ударили, но ты выживешь. Вот так это будет очень похоже. Это жульничество. Что произошло? Образовался одномерный дефект. Вот грубо говоря одномерный дефект пространства времени это есть масса в виде линии. Одномерный дефект пространства времени это масса в виде линии. Зацените его тупость. Пространство времени это не однородность. Не может быть одним объектом. Даже если принять слабоумные тезисы пространство не состоит из массы. Время не состоит из массы. А дефект это масса в виде линии. Заценили тупость? То что не состоит из массы имеет дефект в виде массы. Вот ты не состоишь из базальта но у тебя в голове дефект из базальта линия из базальта. Вот это просто густейший слой маразма. мы просмотрели 3 минуты просмотрели всего и столько сгустков их как специально набирает концентрация сгустков бреда в начальном объяснении она такая что человек не может понять ни одного из них у него нет каких-то логических оснований. Почему гладиолус? Почему сельдерей? Ты сказал что это масса в виде линий. если перевести тебя на простой язык на литературный то тебе мерещится ты человек которому мерещится что у пространства времени есть дефекты в виде линии состоящей из массы вот хорошо тогда вот мы взяли просто ручку внесли это дефект пространства времени но если ты сказал что линия состоящая из массы это дефект пространства времени тогда любой металлический стержень это тоже дефект пространства времени ты понимаешь до какой чужий ты договорился мы знаем на практике да экспериментально что никакой там металлический стержень он не гнет пространство и время вообще к этому отношения не имеет потому что это является простой материи расположенной в пространстве а ты договорился до того что у тебя простая материя расположена в пространстве вот линия из этой материи из массы вот кусок металла стержень это линия из массы ты договорился до того что у тебя линия из массы является составляющей пространства и времени то есть если мы оторвем от пространства время то в пространстве у нас должно что-то состоять из из массы какая-то линия это дефект он будет состоять из массы то есть это конченый лютый бред простая может вмечать материю в себя но эта материя не является дефектом пространства то что ты несешь это путаница на уровне азов каких-то на уровне первичных смыслов на уровне начального образования тебе надо в школу обратно отдавать и как-то тебе запихивать в голову простые вещи что такое пространство что такое материя на природоведение тебя надо как-то отправлять вот примерно так же как дефект в этой кристаллической решетке и у этой линии есть фундаментальные свойства какое нульмерной массы какое есть свойство просто масса не бывает электрона у которой полторы массы электрона она четко задана согласны так и здесь у одномерного дефекта пространства времени а именно этой линии который туда уходит вглубь доски не бывает коров у которой не два уха и мы из этого какой вывод можем сделать что пространство в которой она находится что будет что характеристика вполне устойчивая как ее можно назвать погонная масса да правым данным не разумом нарекаю Осипова Дмитрия Львовича лектора лжи ученым конченным слушать вот эти вот лекции никому не советую деяние которое он совершает является преступлением уголовным обман широких масс населения мошенничество вот предоставление некачественной услуги и так далее юридическую характеристику этого всего прошу юристов обознать вот это вот реальный факт преступления мы его фиксируем сейчас это творится сегодня в 21 веке в нашей системе образования это конченные мошенники с вами был Виктор Катюшек канал научный трибунал вот такие вот у нас печальные новости иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения если у слов нет значения значит утрачен всякая возможность рассуждать друг с другом а в действительности и самим собой ибо невозможно ничего мыслить если не мыслить что-нибудь одно это первый закон логики но 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 дуракам закон не писан если писан то не читан если читан то не понят если понят то не так сосредотачивайтесь подписывайтесь на наш канал разносите нашу информацию по интернету с вами был Виктор Катюшек телеканал научный трибунал субтитры 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 субтитры